всем привет с вами канала и вторая надежда сегодня посмотрим его мысли но мысли из тех что не дают ему покоя мысли которые его накрывают мысли которым он сам не рад и мысли которые его реально раздражают они ему не нравятся поэтому давайте будем смотреть что же там такого в его голове по поводу вас сегодняшний день история которая сложилась между вами эта сигнификация чтобы вы смогли понять ваш расклад или нет и для меня конечно это уже важно чтобы понять что здесь происходит не такое ощущение что женщина вынудила мужчину уйти вы вынудила потому что самой плохо здесь знаете как могла произойти история когда женщина настолько стала переживать в этих отношениях что стала неуправляемая и стала слабо мало контролировать свои эмоции потому что эмоциональность если девятка мечей и королева жезлов то есть королева жезлов и наш само по себе импульсивный человек она не истерик нет она импульсивная у нее ну вот загорелась что-то какая-то идея и ее надо реализовать но если у нее загорелась какие-то подозрения ей плохо то это же нужно выпустить пар отходчивые такие люди да но вот в моменте когда они сливают ту или иную эмоцию свои они конечно могут быть страшны вот поэтому я здесь и говорю что такое ощущение что жизнь здесь женщина своим поведением вынудила этого мужчину уйти для него здесь просто уже невозможно было оставаться в отношении и женщина же здесь непростая она действительно может давить своим авторитетом у нее всегда будут очень весомые доводы и весомые доводы по одной простой причине она-то как раз способна на действие она способна удивлять она способна впечатлять она не будет сидеть на месте если ей что-то хочется если она хочет получить какой-то результат и вот здесь мужчине которые не особо действуют или вообще бездействует она легко может поставить шах и мат приведя примеры либо напомни ему что она уже делала рядом с ним и да здесь точно было бездействие здесь я говорю без карт дополнительных я думаю мы эти карты в любом случае увидим потому что раз говорит поток так то она в итоге так и получается а здесь от бездействия но опять же здесь тоже наглядно что что может вывести из равновесия женщину которая ну вот практически к ней прикоснись и ты зарядишься она как батарейка она как аккумулятор она может за заразить тебя хорошим настроением она может тебя подтолкнуть даже не испытывая особо на это желание не ставят цель подтолкнуть тебя какой-то идеи подтолкнуть тебя каким-то действием и конечно такой человек вот как в противовес да вот две стороны одной медали она будет реально сопротивляться ей будет не нравится на полное бездействие и раз такая женщина оказалась в истории что мужчина ее довел здесь до бессонницы это депрессия это переживание там это слезы нехорошая карта девятка мечей это все в голове когда ты прокручиваешь нету спасения ты не можешь нормально спать ты не можешь нормально жить ты не можешь нормально дышать но такие женщины они просто такого состояния своим партнером не прощают мы знаем да что у нас королева жезлов это такая маленькая ведьма в колоде есть у нас главная старшая ведьма это верховная жрица вот ну или не маленькая младшая ведьма в колоде в классических колодок не всегда мы увидим черную кошку мы здесь не совсем черная серая вот но тем не менее да то есть наличие каких-то потусторонних сил всегда рядом с ней и доводя такую женщину здесь мужчина реально рискнует очень сильно заработать от ата от этой дамы она не будет прощать каких-то слабостей если эти слабости довели ее вот до такого состояния когда вроде вы до оптимизм и жизнерадостность а жизнелюбие вдруг превращаются в то что она жить нормально не может потому что человек создал ей вот что-то такое из-за которого она там не спит там не ест или наоборот она стресс заедает и ничего с собой сделать не может и в любом случае ее поведение она будет расценена этим мужчиной этим партнером как неадекватное и да конечно самые такие продуманные но в то же время трусливые будут спасаться бегством вот вот тут именно такая картина и показано что женщина в таком состоянии в такое состояние вошла что мужчина напугался или не выдержал на не выдержал напора не выдержал ее страсти не выдержал ее давление она будет подталкивать потому что она сама может действовать и соответственно с ней должен быть партнер который плюс-минус находится с ними в гармонии если нет гармонии и плюс еще эмоции которые здесь наш товарищ ей подарил с не самые приятные конечно она будет рвать и металл гармония здесь ну гармония никогда отношения в любом случае были достаточно крепкими достаточно интересными страстными эмоциональными четверка жезлов это всегда про все хорошее то и праздник это и совместная жизнь это и дом это и планы на совместную жизнь шестерка мечей то есть мы перешли уже каким-то новым берегам никто не знает что будет дальше никто не знает вернемся мы к этому или не вернемся но по шестерке мечей это изменение которые практически уже необратимые новые берега они есть новые берега и в отношении уже все складывается здесь к тому чтобы два партнера каждый из них они уже пошли в свою собственную сторону каждой своей собственной дорогой навсегда или временно это пока вопрос и это вопрос который в каждой карте будет индивидуально работы для для кого-то дать действительно здесь расход и уже каждый навсегда свою собственную сторону кто-то может взять паузу в отношениях и позже пересмотреть жизненные позиции желания и отношения могут здесь вернуться давайте еще посмотрим главная причина того почему здесь отношения не получались и не сложились сильное давление было на то чтобы отношения были примут какой-то я не знаю девочки то вот похоже с вашей стороны здесь показано сильное давление не управляя не управляема не управляем и вплоть до жесткости вплоть до вынь да положь ты должен или обязан желание которое просто вот разрывала изнутри чтобы эти отношения были прям вот по каким-то правилам но правило здесь хорошие правила достойные потому что карта дома карта семьи карта который говорит мы вместе добиваемся и мы это передаем дальше да там поколению своему но свете сила и дьявол то есть здесь давление в котором переборщили давление в котором вот этот вот рай или этот дм который был конечной станции он просто казался сущим адом вот на пути к нему а девочки не обижайтесь здесь вы действительно перегибали палку по отношению к этому мужчине то есть он более нежные там или он более ранимым нежели это могло показаться на первый взгляд или нежели он позиционировал себя но давайте сейчас будем с мужчиной с нашим разбираться он не собирался следовать никаким правилам в принципе это тот товарищ который считает что правило придуманы для того чтобы их нарушать у этого человека нету в догмах прописанных вещей таких как верность преданность искренность или честность здесь показан человек который уже в этой жизни но если не приблизился то очень скоро приблизиться к кассе ирофанты семерка мечей это просто найти вот наплевательство наплевательство над всем тем что для очень многих людей составляет ценность это наплевательство на семейные ценности наплевательство на такие чувства как действительно любовь верность преданность это измены это какие-то обманы это нечестные игры это двойное дно это махинации или воровство опять же здесь каждой паре будет индивидуально и я думаю вот именно вот это вот состояние триггернула вас увидеть что этот человек на что-то способен да может быть скажу даже еще грубее вы хотели чтобы этот человек изменился рядом с вами может быть это было с такой святой целью может быть это было свое собственное иллюзорное такое желание что вот рядом со мной я ему покажу пример и он все поймет или он меня обидел я ему объяснила в чем он не прав он раскаялся и теперь-то он изменится и теперь-то все будет по-другому но просто видишь что по-другому не происходит видишь что человек не желает да там или просто там корчит из себя дурачка и как будто бы сегодня он помнил а а завтра на завтра опять все забыл конечно ваши нервы они сдавали естественно и да вот здесь учетка действительно самом начале карты показали что мужчина просто здесь сбежал до или мужчина слился потому что первое накосячил второе уже здесь были где-то то ли намеки то ли реальные разборки здесь косяк повторился он увидел что вы стали еще здесь как-то вот более жестче и ставки здесь возросли здесь или ультиматумы там или требования ваши даже если они не озвученные мужчина в любом случае понимал что дальше будет серьезно то есть вы стали для этого мужчины опасны опасны в том плане что слишком много он теперь вам должен по моменту своего возвращения или слишком будет должен продолжая оставаться с вами знаете как в цитате она была ему слишком дорога поэтому он нашел себе подешевле что-то вот из этой оперы и пусть даже мужчина здесь не ушел куда-то хотя я сомневаюсь семерка мечей главное главное наша такая вот карта изменщица которая говорит о вранье который это третьих лица который действительно говорит о том что тебя просто предали воткнув тебе давно несколько мечей здесь в спи в спину и вот чем больше девочки вы пытались все таки ждать пытались от него что-то добиться правды какой-то или пытались добиться честности пытались получить объяснение прояснения ваших с ним отношений тем больше мужчин для себя понимал что он не сможет дальше с вами быть в отношениях ну вот здесь как есть я понимаю что здесь многие девочки могут возмутиться и может быть здесь надо было расклад назвать да но узнала бы я заранее я конечно бы назвала здесь его по-другому но тема у нас задана и будем придерживаться темы потому что мы мысли то еще мужчины и не рассмотрели вот но все но сигнификация это та правда которую здесь показывают картами мы не можем ее пригладить там прилезать что чтобы она выглядела прилично мы должны говорить и и называть вещи своими именами вот здесь показано что вы столкнулись с таким человеком которого захотелось перевоспитать или от которого хотелось увидеть что он изменился из-за вас из-за чувств к вам на самом деле вы столкнулись с человеком который просто не соответствовал тому что вам хотелось бы увидеть или тому что за что он во что тому во что он заставил вас поверить бываешь такие люди с которым ты встречаешься но это просто самые чудесные на свете люди и надежные верные и преданные и все да и лучше не найти потом по факту по ходу действий выясняется что человек просто играл выгодную ему роль для получения чего-то там собственно своего и вот здесь на то есть вы ратовали за свое вы ратовали за желание конечно здесь желания были высокими здесь желания были абсолютно нормальные для любой нормальной здоровой женщины крепкие отношения взаимоподдержка взаимовыручка бюджета в который вы вкладываетесь вдвоем это цели которые вы придумываете или ставите вдвоем и потом реализуете то есть рука об руку и плюс за счет того что вам вместе получилось достичь там заработать купить это не только вот для вас двоих как для двух эгоистов мы заработали это тоже наши нет десятка пентаклей все все таки это карта поколений да то есть здесь рядом в достатке и обласканными будут и родные и близкие и все те люди которых вы любите разве это не что-то такое к чему действительно людям надо стремиться вот вот создавать такие вот мощные ячейки когда каждый занимался бы делом и когда каждый получал бы удовольствие от того что вместе получается что-то творить вместе получается что-то создать но мужчина ведь своя у него правда у него своя философия жизни он может быть он воспитан был в такой среде где честность это было приравнено к слабости где получение каких-то выгод благодаря вранью это были нормальные методы и почему бы им не воспользоваться и перевоспитать этого человека вы бы не смогли во всяком случае на том этапе на котором вы хотели бы это сделать ну пусть перевоспитать здесь звучит достаточно грубо и не для кого и для кого-то это будет совсем не актуально пусть не пары не перевоспитать а увидишь что он меняется ради вас мы же тоже женщины такие создания к то которым очень хочется чтобы ради нас там мужчин на как рыцари когда-то делали поступки совершали какие-то подвиги я про это но вас он разозлил вас он обидел вам он сделал сделал больно в какой-то момент вы бы действительно перестали видеть его действия а вы перестали видеть его действия это был предпоследний шаг перед тем как уйти возможно вы сама его выгнали но по девочки поверьте он только этого и ждал вот если сам ушел ту сам ушел и вот это вот бездействие это для того чтобы сделать потом уже последний шаг поставить отношения либо на паузу либо окончательно разорвать все то что сложилось между вами и карты тоже показывают что сейчас некий у вас такой вот переходный тоже этап и отношения дальше либо вместе все-таки еще раз попробовать либо уже окончательно то есть в какой-то ну какой-то конкретной здесь стадии что все 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 движется к тотальному завершению я не вижу но и сказать что здесь бывают такие расклады что если вы думаете что это конец или пауза вы ошибаетесь с ней здесь ничего не заканчивается и здесь незаметно для вас все продолжается и и и все здесь начинает разгораться с новой силой то тут нет тут все-таки двум партнером нужно будет пересмотреть взгляды друг на друга ну и конечно здесь тоже такое наверное пожелание для мужчины хочется сказать что ему вот с этим надо быть по с этим надо быть поосторожней а здесь может быть не только же еще измены обманы это может быть алкоголизм это может быть наркомания это может могут быть азартные игры в особенности да дьявол тут у нас мелькает то есть это зависимости какие-то такие вот страсти от которых ты не можешь отказаться некое такое удовольствие для тебя но другие конечно за голову здесь хватаются давайте теперь посмотрим мужчину мысли мысли которые не дают ему покоя его мысли о вас не дают ему покоя на что вы обособились девочки не нравится ему это не нравится знаете чем это грозит это грозит как каким-то затишьем перед бурей если вы молчите то вы не просто так молчите вы же о чем-то молчите и как бы это не было подготовкой вашу подготовкой для каких-то действий вы как будто бы и исчезли с радаров здесь у мужчины либо нет совсем либо минимум информации от вас причем если вы вместе работаете там или вы общаетесь может быть вы какие-то еще дела с ним решаете документы какие-то вам нужны ки и еще совместно подготовить вот поверьте по вашему виду по вашей риторики по вашему поведению он вообще ничего не может нормально понять и какого-то чет четкого ответа что вы там задумали что там в вашей голове у него нету никакой информации вы ведете себя максимально максимально непонятно для него вот она ведь и маска и ему кажется что вы сейчас затеяли какую-то игру игру которая которая для него может не добрым каким-то словом обернуться но здесь вплоть до того что там вы ставите ему счет какой-то пошли все-таки шестерка пентакли но эта колода она не классическая оракульная колода мы здесь видим на девочку сколько у нее тут 8 до мышек в руках то есть некая такая вот повелительница которых пока хочу я играю захочу отпущу не захочу вообще замучаю и у мужчины складывается такое впечатление что вы сейчас готовите что-то чтобы его здесь держать на каком-то поводке ну скажете но бред бредовый да и это дичь какая-то которая его накрыла вот я могу с вами согласиться но похоже вот такое ваше поведение которое вы сейчас демонстрируете она вам совсем не свойственно и мужчина мнительный к тому же видите здесь мы здесь мужчина поджав хвост как-то уходил здесь мужчина слегка труслив и поэтому не видя не понимая что происходит с вами вот он начинает думать в каком-то контексте вы ему счетом предъявили или вы сейчас я не знаю с какими там крепкими братками договариваетесь чтобы встретили его в темном переулке и семок спросили у него на нету если найдем или вы сейчас готовите что-то такое что может вызвать фурор в его окружении ну какие-то может быть фотографии какую-то информацию слить как а ему не на пользу какой-то компромат на если обобщенно говорить вот это вот прям вот да у него досудорак реально вы сейчас своим поведением здесь таким вот каким-то уединением такой вот замкнутостью вы его пугаете и очень напрягаете не видел он ранее такого от вас и соответственно если ты что-то не видел и ты с этим сталкиваешься ты не знаешь что думаете вот ваш мужчина все-таки здесь начинает думать ну самое плохое я бы так даже сказала опять же девочки он видел как вы разгонялись в плане вот негативного кого-то и давления или такого очень сильного желания что-то выяснить что-то прояснить чего-то добиться и вот тут вот раз и тишина значит за этой тишиной что-то последует вот посмотрите здесь карта которая сфокусируется да посмотрите на две маленькие девочки прячется от большого злобного здесь зайца вот эти две маленькие девочки это ваш мужчина ну и возможно еще там его сообщим да там или его друг который в курсе был там или его там бывшая с которой он может быть козни какие-то плел против вас а может быть это то что потом в итоге и для него и для какого-то человека будет очень каким-то неприятным ударом опять же девятка мечей вот от чего мы ушли на к тому мы здесь вернулись но уже во второй колоде он реально боится того что на что вы способны а вы сейчас в его глазах способны на многое и как я понимаю что раз он вот так ладно мнительный надеть если бы он понимал что ему бояться не за что ему нечего скрывать а таким людям мы тоже смотрели им всегда есть что скрывать это люди которые часто выстраивают отношения взаимоотношения там работу на махинациях манипуляциях на каком-то вранье там со всеми договориться там ты мне алиби создает а моя тебя там случае чего там тоже выгоражу подстрахую этому человеку однозначно есть что бояться и вы обладаете вот такого рода информации которая ему может навредить даже пусть эти две девочки это он сам единолично ну тогда здесь вдвойне вот его какие-то знаете вот такие вот маниакальные неприятные мысли не тогда здесь будут увеличиваться в два раза бесятся девочки в любом случае потому что он сейчас не получает конкретики вот это вот неизвестность она его разрешено только сказал ведь и вот не известны и снова нам показывают девочку фрустальном шаре у вас свой мир у вас сейчас своя жизнь в которую ему нет доступа и кто вас знает что вы творите в этой жизни что вы там задумали и он прекрасно знает что вы можете спокойно разрушить что-то в его жизни ну или может быть опять же да это вот его маниакальность довела до такого результата но что вы можете спокойно здесь разрушить его жизнь и и просто убежать а у него там пусть вот сгорел сарай горе и хата вам будет абсолютно все равно что будет в его жизни и это опять же девочки его пугает его пугает что вы можете быть безразличны к тому что происходит в его собственной жизни на нянчились и сбежали но сбежали не просто так сбежали для того чтобы вернуться и преподнести ему какой-то неприятный сюрприз вот как черт из табакерки ну так и здесь до луна реально девочки спит беспокойно а как только вспоминает про вас начинает думать что же ты приготовила что же от тебя ожидать как же ты ко мне настроена будешь мстить или не мстить там не бежать вот или мне продолжать жить спокойно но своим поведением смуту вы навели ранее он от вас такого не видел или он такого не предполагал не ожидал а тут это его пугает это ему раздражает это его бесит и это его не отпускает потому что результатом всего этого стресс и страх который усилился в душе вашего партнера и не забывайте что у меня в телеграме есть практика для того чтобы отвязаться от такого рода мыслей если они есть у вас это мысли которые выкачивают энергию это мысли которые не дают спокойно жить если вы готовы отпустить уже человека и закончить какую-то историю но мысли еще пока мешают вы вроде бы уже попрощались но все еще думаете в телеграме есть практика по обрезанию энергетических ментальных связей и параллельно с этим если вы будете делать такой обрыв я еще предлагаю вторую практику очень мне нравится я и сама пользуюсь и она действительно работает может быть когда-нибудь расскажу про свои результаты но я про себя разговаривать не люблю я люблю на конкретных примерах других людей потому что с другой стороны про себя я-то знаю но мне всегда интересно что и как это работает у других людей и там делать скрины какие-то делать фотографии и прикладывать потом или сказать вот там вот в этой ветке почитайте реальные результаты людей но это всегда гораздо лучше обязательно делать практику вторую вот след следом за первым это написать сценарий своей собственной жизни когда вы сами действительно как сценарист как режиссер для себя программируйте определенные события которые так или иначе там тем или иным способом там плюс минус но общая картина будет такой какой вы ее себе зададите как там что делается подробно там есть определенные правила как это делать но все очень достаточно легко и просто переходите это в телеграм и да я добавила еще ссылку нас на свой вк вконтакте для того чтобы нам не потеряться с ютубом знаем да какие вещи происходят я тоже по статистике вижу что людей посещает мой канал меньше и потом я в телеграме читаю что там не открылась там что-то тормозит там не загружается поэтому случае если вы однажды не нашли мои видео день два три заходите в телеграм или во вконтакте там новые видео будут начну переехали туда на сегодня все а ссылка кстати в описании под видео и в самом первом закрепленном комментарии разворачивайте и присоединяйтесь все а теперь точно все с вами скоро встретимся пока пока